Летом очень многие наши соотечественники уезжают на юг, на море. Чтобы отпуск прошел с пользой не только физической, но и духовной, с помощью наших коллег мы продолжаем рассказывать о храмах, стоящих на Черноморском побережье. Следующий сюжет о свято-алексеевском приходе города Туапсе. Крестовоздвиженский храм города Туапсе представляет собой культовое сооружение, построенное в 80-е годы XX века, когда страна еще жила без Бога. История храма необычна. Началась она с 1946 года. Тогда это был молитвенный дом, который находился на земле одной благочестивой женщины Антониаде Ермофелии Христофоровны, которая завещала эту землю на постройку церкви. Храм в то время был единственным на весь город. Когда я пришел сюда, здесь приходило очень мало прихожан, и даже те, которые приходили в летнее время, особенно, молитвенный дом был низенький очень, и было душно, так что почти всегда бабушки в обморок падали. Такие условия и составили батюшку обратиться к уполномоченному по делам религии за разрешением немного расширить помещение. Ему позволили начать, и со временем, при помощи прихожан, получилось хоть и незамысловатое здание, но все же это был уже полноценный храм. А построить храм в советские годы само по себе дорогого стоит. Колокольню сначала проектировали просто сделать, чтобы были колокола, а потом, вижу, место позволяет, попросил разрешение сделать маленький храмик под колокольней, так что у нас получился храм колокольня казанской уже. Потом возвели вот этот школьный корпус, можно сказать, здесь и трапезная, и воскресная школа, и подсобное помещение, и резница, все здесь поместили. Почти все, что можно, делалось в храме своими силами. Даже иконостас и роспись. Многие верующие вложили в созидание Дома Божия частичку своего умения. Сегодня это сложившийся приход. Действует воскресная школа в специально построенном здании. К обычно изучаемым церковным предметам здесь добавлены еще общие, развивающие. Например, дети сами делают поделки, причем весьма неплохого качества. Есть занятия только для мальчиков. Они познают родную историю, в том числе на примере изучения древних воинских доспехов. Саша занимается плетением кольчуги. Это защита для рыцарей, ну точнее наших воинов на Руси. Кольчуга пришла вообще на Русь в 9-12 веках, с Востока. Такова вкратце жизнь прихода Туапсинского крестовоздвиженского храма. Кстати, первого храма города Туапсе. Еще до революции храм, посвященный Воствижению Креста Господня, был построен в городе, только на другом месте. Хочется пожелать приходу, чтобы литургическая и церковная жизнь здесь все более крепла.